Статья из журнала «Крестьянка» во времена Советского Союза – это известность на уровне страны. Героиня статьи – председатель колхоза имени Ленина Полина Рогачева. В начале 50-х годов она приняла разорившееся хозяйство, а через 7 лет уровень производства на предприятии вырос в 4 раза. Только в советское время об этом предпочитали лишний раз не упоминать. В прошлом году, когда мы отмечали 180-летие станицы, я наших стариков спросил, кто что-нибудь знает по Полину Дмитриевну Рогачеву. Почему она не возглавила совхоз «Анапа», который потом был преобразован из колхоза имени Ленина. Человек, который поднял колхоз, который вернул молодежь сюда. Мне сказали, что был один из периодов, эпизод, в ходе которого Полина Дмитриевна дала в лицо своему секретарю парткома. При председателе Полине Рогачевой в станице Анапской построили детский сад. Ясли появилась художественная самодеятельность. Это бывшая баня. Напротив – дом, где живет с семьей Наталья Александрова, племянница Полины Рогачевой. По ее словам, конфликт с партийной номенклатурой действительно был. Причем наступление вели по всем фронтам. Придрались к бухгалтерии, дошло до суда. Председатель ушла с поста, но отстояла свое имя и продолжила работать на руководящих должностях. Признать ошибку для партийного руководства было бы ударом по имиджу. Видимо, поэтому история и оказалась под сукном вместе с заслугами Полины Дмитриевны. Спасибо все-таки директору музея нашего, потому что очень мало. Мама умерла рано у меня тоже, мне 14 лет было, поэтому нечасто мы разговаривали. Потом молодой, когда был, неинтересно было, сейчас хочется узнать больше. Да, приятно, конечно, узнать. Не знала, что она такая известная была, что ее отпечатали в крестьянке, я не знала. Семья передала в станичный музей фотографии. К 80-летию образования Краснодарского края издадут книгу «Имя Кубани». Сегодня Полина Рогачева – трудовое имя станицы Анапская. Не исключено, что информация о ней появится на страницах большого издания.